Субтитры сделал DimaTorzok В каком-то углу экрана, я точно не понял в каком еще У меня стоит табак под названием Бакар Табака Собственно, это табак акцизный Да, давайте сразу уточним, что это табак акцизный У него есть фасовка 50 и 100 грамм У меня в данном случае 100 граммовые баночки Баночки всеми известные, да, крем для жоп и так далее, да Ладно, уже не поставится Так вот, собственно, я его покурил Какие-то вкусы, какие-то вкусы не курил И сейчас, собственно, курю мандарин Давайте еще немного расскажу про табак Я уже сказал, что он акцизный Но, как утверждает производитель, здесь 100% бёрли По крепости я бы не сказал бы, что это прям крепкий бёрли Скорее всего, какая-то разновидность, а может и совсем вообще не бёрли Да, как бы, ну В наше время нечему удивляться Бёрли сейчас это модно Бёрли это тренд Так вот Я курю сейчас мандарин И я вам скажу так Это единственный мандарин из табаков Не считая очень лёгких Типа Дейли Хуки, да, Танжеринус Который не отдаёт говном Реально, после того, как я попробовал мандарин от Гастро Я на себе понял, что такое идти сзади бомжа У которого к жопе прилипло высохшее говно уже как недели две Да, вот это такой застоявшийся запах говна с очка А здесь я пошёл на риски После того я, в принципе, мандарины не курил Здесь я решил пойти на риск И я понял, что здесь мандарин кайфовый Не то, чтобы мандарин, как сказал кальянчик дачи лаунжа А вот фанта с апельсином Апельсиновая фанта Есть, да, реально апельсиновая фанта Но вкус-то называется мандарин Если это хоть и апельсиновая фанта Но она очень приятная Теперь, что касается именно крепости продукта То крепость, скажу я вам Чуть выше пятёрки Вот где-то в районе шести Чуть выше, наверное Чуть выше лёгкого среднего Вот где-то вот на этой грани По горлу не бьёт Ароматика не перенасыщена Свеженький Вкусы холодные Ну, не в плане, что везде суперновые Вот здесь такая, знаете, гамма вкусов Есть тёплый, приторный А вот именно здесь Такие более холодненькие Но за исключением одного вкуса Это Дикая клубника, блядь Я раньше такого вкуса не встречал Как дикая клубника Вайлд страудери Вайлд берри Это там дикие ягоды Да, хуягоды Я всё встречал Но дикой клубники я не встречал Что касается этого вкуса Это был, наверное, самый первый вкус Который я попробовал Это такая дикая клубника Пахнет реально охуенно Но Когда ты начинаешь курить Ты понимаешь, что твои ожидания Немного отличались от реальности Это единственный, наверное, вкус Из которых Который у меня есть Который максимально приторный Максимально сладкий И его прям вообще невозможно курить То есть, ну, на минут 20 Тебя хватит Курить этот вкус чистую Потом он просто превращается В какую-то едкую сладость И прям вот начинает от него трясти Что касается химозности данного продукта Она присутствует, да Как бы ни крутили Как бы мы его не забивали Но химозность в нём есть И это, наверное, скорее всего Больше отпугивает от продукта Нежели Вызывает к нему какой-то интерес Да По остальным вкусам По остальным вкусам Давайте разберёмся С тех, которые у меня есть Манго Настоящий зелёный манго То есть, не мультяшный Не химозный манго То есть, а именно Естественный зелёный манго Блубери Отдалённо похож на Всеми любимый альфакер В плане блюмиста Кто помнит Ставь лайк, если помнят Что такое блюмист И как тебя заёбывали гости А у вас есть блюмист Какое-то время, да Довольно-таки тоже хороший Приятный вкус Дынька не очень закатила Очень топороватая Водная Непонятная дыня По вкусу, да Мохито Тоже не совсем Понятный вкус Ну Отчего я отталкиваюсь Конечно же При виде вкуса Мохито Я отталкиваюсь От реального вкуса Мохито То есть, да Коктейльчика Безалкогольного Там, алкогольного То Схожести мало Но вкус На любителя Довольно-таки Такой приятный Но в то же время Не очень А, наверное Мой фаворит Из всех вкусов Это бузина Очень крутая бузина Получилась Очень интересная Моментами Сладненькая Моментами Кислая Вишня Довольно-таки Максимально Вот Вишня Максимально У ребят Не удалась Она такая Странная Очень Очень терпкая Очень такая Зернистая Айскрим Мороженое Обычная Кондитерка Как бы В миксах Окей Вчистую Сложно Илкин Пытался Илкин Короче Понимали Если к вам Когда-нибудь В кальянную Придет Илкин Просто без разговоров Бейте ему Кондитерскую Хуйню Он ему понравится Илкин Сразу Давай Айскрим Давай Айскрим Так Фифтик Фифтик И конечно И конечно К общим К общим таким Впечатлениям О продукте Жаростойкость У продукта Идеальная А по прогреву Как по прогреву? Нормально Нормально По прогреву Нормально Греется быстро Курится хорошо Дымность На уровне Жар держит Во время курения Аромка не прыгает То есть Если вы правильно Подобрали вкусы Которые реально Хорошие Правильно Собственно Их смешали В миксе То проблем У вас в принципе Никаких не будет Очень хорошо Стабильное курение Даже если вы его Немного забыли Проебланили Прокосячили То ничего страшного Если вас Мама попросила Вынести мусор То ничего страшного Можете спокойно Оставить два уголечка В калауде И пойти собственно Выбрасывать парашу В целом Курение на фаннеле И на Грубо говоря Классические Пятидыры Чашки Отличаются На фаннеле Он более-менее Более Тупороватый Меньше раскрывается И аромка Поменьше На классических Пятидырах Чашках Смело Дерзайте Забивайте За счет того Что здесь Хорошая жиростойкость И нормально Он раскуривается И прогревается То это табак Для кальянных Мастеров Прям вообще Да Прям не тыхашит Не бьет Ребят Прям забивайте Смело Да Также всем Кальянным Коучам Которые Обучают Кальянчика С нуля За какое-то Количество Дней Вот тоже Идеально Чтобы ваши Коучинговые Курсы Проходили Прям хорошо Что еще Да В принципе Я думаю Больше ничего По вкусам Мы разобрались Рекомендую ли я Этот табак Покурить Сложно Определенные вкусы Рекомендую Которые я назвал Определенные вкусы Не рекомендую Но так же Все зависит От того Где вы его будете Курить Как у вас Гости к нему Отнесутся Поэтому Попробовать Есть вариант А так же По классике Ссылочки Я оставлю На табак В описании И кому Интересна Данная локация Где можно Нехуеменько Так почилить На свежем воздухе На крыше С кухней С коктейлями С охуенными Кальянами То Welcome Дача Лаунж Старый Гай Дом 7 Крыша А чтобы вы не потерялись Это ресторан Белый свет Только на крыше Находится кальянная Дача Лаунж Поэтому собственно Все Забегайте Всем пока Ставьте лайки Пишите комментарии Увидимся На Джон Кальяна На фестивале